итак народ смотрите суть в чем генератор так генератор был снят напомню украден военными у меня был такой генератор мазовский 24 но вот это родное крепление которое смотрим с урала получается что он должен вот так стоять и вот это ухо она видите мешает то есть родное крепление нам не подойдет пробуем ставить переделку такую я не знаю как там кто отнесется ну прежде чем покупать новый генератор решил все таки я попробую переделать получится полу не получится купим зачем покупать если есть значит вот такое крепление изготовил простой уголок две дырки и болты на дырочки эти все и это плоскость тоже совпадает вот это что касается генератора сейчас поставим установим крепление установлю крепления установлю генератор сниму там на месте вам покажу полку помпочки значит помпа оказалась полностью рабочая сейчас вам покажу нальем соля ручки вот видите она ли она как работает вот так откручиваете вытягиваете качаетесь вытягиваете качаетесь вот видите брызги пошли нужно еще даже налить чтобы чик забрали чик забрали качаем качаем вот видите брызги топливо не уходит обратите внимание уровень стоит то есть помпа рабочая причем рабочие и и под дополнительные и основном здесь она это основная помпочка которая качает она стоит и все время качает на насосе а здесь если у вас топлива что-то проблемами чик вручную откачать так что помпа на удивление казалось рабочие и это же установим сюда прокладка сделать нужно только в общем вот так установлю все а смысл пил шланги вот такие смотрите со штуцерами которые будут сюда вот так устанавливаться купил новые штуцера болтики такие причем на вход болтик идет с сеточкой видите такая сеточка там внутри это на вход будет у нас сюда ставится с сеточкой ну и два шлама у нас не хватает тоже вояки их украли в общем потихоньку пробуем поставлю все сниму как получилось что стало не стало так генератор установил сейчас вот устанавливал помпочку упал у меня гайка смотрите буду пользоваться таким инструментом китае покупал офигенная штука всем рекомендую смотрите на как делать есть такая вылазит штучка захватывает можно достать что угодно сейчас проверим в деле значит наша гайка хрен знает где вот там не у вас поставишь чтобы было видно так педали очень классная штука там смотрю еще шайба старая является тоже сейчас загробастаем смотрите два доллара стоит два или три я не помню очень офигенная штука значит по генератору установил новый кронштейн видите такой сварил сделал болтик натянул ремень все так надо помпу тоже все проверил установил покупок ладочку ведь и сделал там сделал прокладку сейчас отсоединил тягу газульку потому что она стояла среднем положении как-то почему-то я решил все таки отсоединить что вы знаете что сейчас тоже глушилку надо отсоединить потому что трос как всегда выдвинулся сюда и когда будем заводить не будет возможности заглушить будет упираться это все нужно предусмотреть значит фильтра сейчас установлю шланги потом снимем шланги и так поставил шланги значит у нас получается конечно поставил вообще забор должен идти вот отсюда с отстойника то есть из бака в отстойники с отстойника тянуть на помпочку сюда а потом с помпочки уже на фильтр значит я сделал из канистры пошел шланг на помпочку а потом из помпочки уже пошел на фильтр но из фильтра уже пошел в топливный насос а это уже идет обратка такая система собрал но обнаружил проблему одну не знаю насколько она серьезно в общем это газ у нас который газует вот так раз дается вот эта штука глушилка и коду глушилка заклинившие на не работает насколько это печально не знаю попробуем заведем что он покажет как и что будет у нас снял я здесь вот эта пневматическая глушилка становится здесь вот она глушит я уже все разобрал здесь и тросик отсоединил все равно на заклинившие все такая вот беда у нас посмотрим как это что отразится не знаю в общем будем заводить потом сниму еще первые первую заводку обязательно нужно снять будет все всем пока так всем привет в общем обнаружена проблема напоминаю вам заклинившая глушилка то есть это у нас глушить двигатель это газовать это глушить штука посмотрел в интернете выяснилось что это получается что-то там насосе заклинившие поэтому решили снимать крышку насоса посмотреть потому что машина стояла очень долго скорее всего там что-то заржавела или заклинило дело в том что если так заводить то существует очень большая вероятность что пойдет в разнос двигатель поэтому мы решили не рисковать чтобы не с не портить двигатель будем снимать крышку сейчас скидываем этот коллектор сутной мешает здесь держится на двух болтах и раскручивает в общем такие вот уже начинаются приключения у нас но военная машина сами понимаете когда стоит долго очень вот такие нюансы всегда могут возникать и риск он очень велик такого по пандоса поэтому лучше потерять день но за два часа долететь в общем вот эту крышку будем снимать там болтики под ключик на 10 штук 6 снимем я потом вам сниму что там внутри и так ответственный момент ребятки специалисты снимают крышку очень серьезные специалисты наверно прокладочки гамон будет походу пишите же крышку не переломает вот здесь мешает эта фигня чуть-чуть с этой стороны там управляющие две края нужно очень очень аккуратно там специальный паз есть ну пошла постарайся прокладку оставить оставим прокладочку поправляем чтобы она так теперь здесь уже снялась вот здесь чуть-чуть держит может прокладка держит у нас вот здесь прокладка держит нет держит отсюда отвертку заведи дальше еще аккуратненько аккуратненько держится что-то произошло что-то произошло что здесь держится ну все наверно да ну что ребятки нам повезло все нормально было осторожно снимаем ну ничего тут сложного нету ребята хера такая она заклинившая непонятно вот так выглядит насос нужно аккуратно так она работает внутри кайзна это должно двигаться на нас конечно не двигается них хрена страшного здесь такого ржавчины нету это кулачки которая при больших оборотах раздвигаются и он подгазовывается ну вот саморейка не двигается видишь я так понимаю глушилка вот в эту упирается и у него аккуратно посмотри и не может видишь вот эта штука у нас вот заклинившие сына вот это вот часть это заклинившие на это рабочие ну ты-то я знаю она снимается это не нужно в общем сейчас попробуем вот эту штуку разработать вот это вот и вот эта рейка это понимаю которая ходит за вперед здесь 2 сейчас попробуем разработать просто потом снимем результат и так прошло два часа удалось нам разработать в общем механизм этот вот он видите сейчас как ходит элементарно пальчиком вот это получается здесь сюда упирается глушилка то есть вот так машина работает а так машина заглушена у нас эта система была полностью заклинившая полностью сейчас вот разработали как видите порядке также вот эти вот лунжера вот здесь видите пружинки они тоже клинили то есть вверх нажимались а назад не отходили клинили мы все их мазали и маслом здесь и в дэшкой ну вроде как вот этот чуть-чуть подклинивает блин но надеемся что разработается сейчас будем ставить крышку будем ставить крышку собирать до кучи и возможно будем заводить купил аккумуляторы эти привезли на сегодня с доставкой производитель исток один аккумулятор стоит сто 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 тридцать долларов примерно да где-то так может быть чуть-чуть и 100 в общем 260 рублей белорусских все сейчас соберем будем дальше так настал долгожданный момент поставили включатель мастер еще пока включение дистанционные не подключили только установили установили аккумуляторы все клеммы новые провода тоже сейчас самый ответственный момент ну крышку мы уже собрали там все подготовили сейчас самый ответственный момент будем пробовать проводить как бы проводка нигде ничего не горит первый поворот ключа обязательно зафиксируем юра дико снимай пальцы убираем так нейтралка сжигание ничего не работает все понятно в общем бесполезно пойдем отверткой первый старт не думайте что здесь кто-то что-то так Это страшная техника, капец. Да ну нахер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, заводится. Мы очень довольны. На канистрочке. Тэпс-ланд не вывалился? Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Его же нужно залить в воду Итак, третий запуск Субтитры добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok